В июне жители Германии ожидает довольно много изменений. Бундестаг и Бундесрат одобрили закон, который позволит компенсировать немцам возросшие затраты с помощью дешевого билета. Целое лето можно путешествовать по всей Германии за 9 евро в месяц. Недорогие проездные продаются и на поезд, и на автобусы. С 1 июня автомобилистам легче будет заправляться на АЗС Германии. Правительство предоставляет пакет помощи из-за высоких цен на топливо. Немецкий автомобильный клуб АДАЦ прогнозирует, что бензин может подешеветь примерно на 30 центов. На дизеле ожидается экономия около 14 центов. В июне малообеспеченным жителям страны обещают пособие на отопление. Одинокие немцы получат 270 евро, домохозяйство с двумя жителями – 350 евро. Каждый дополнительный сожитель – еще 70 евро. Стажерам, студентам будут выплачивать фиксированную сумму 230 евро компенсации за отопление. И еще. С 1 июня приостанавливается правило 3G для въезда в Германию. Путешественникам, которые отправляются на отдых за границу или туристам, приезжающим посмотреть Германию, не нужны ковид-сертификаты для въезда до конца августа. К другим темам. Немецкие экономисты призывают Федеральное министерство труда увеличить пенсионный возраст, чтобы справиться с высоким уровнем инфляции. Однако министр труда Хубертус Хайль категорически отвергает подобные предложения и выступает за гибкий переход к выходу на пенсию. Пока в Германии планируют повысить пенсионный возраст с 65 до 67 лет поэтапно до 2029 года. Коровье молоко теряет свою популярность среди жителей Германии. Его потребление постепенно сокращалось в последние несколько десятилетий, а сейчас немцы пьют так мало коровьего молока, как никогда раньше. В среднем один житель Германии выпил за прошлый год 47 килограммов молока, а еще четверть века назад этот показатель составлял 62 килограмма на человека. Эксперты считают, что одна из главных причин снижения потребления коровьего молока состоит в том, что появилось много его заменителей. Овсяное, соевое и миндальное молоко составили сильную конкуренцию молоку коров.